Погнали! Жук, где можно почитать статью про судебное разбирательство ГЭЛ. Walk with me пишет в личку почему-то. Ну, в поиске КХЛ-маркетинг вводишь на ГЭГЭ или КХЛ-маркетинг, хотя, наверное, в поисковике, если ты введешь, то мы будем в первой, в первом десятке на выдаче. В общем, вот. Там еще история не закончилась, но развивается. Развивается. Да, Александр Котт. Сложно сохранять, особенно когда противоречивые личности, да, какой-то позитивный посыл, но Савелии это удалось. На какой стадии? О стадии апелляции после повторного рассмотрения в мозг-гурсуде. Апелляции с нашей стороны и с стороны КХЛ. Мы по мелочевке, у них, наверное, что-то более принципиальное. Не, фанат Фоги пока нет. Интересный Крипрут, да? Может быть, он пойдет, Джонни, в агрессию против Жука, типа в этот, в... О-о-о! Пурдж хороший. Плохо начал здесь Крипиться. Вортекс. И сейчас можно будет много кого по-наубивать, наверное. Второй Жук опасно. О, сейчас окружать могут, ты чего так стоишь-то? Сверх, сверху можно выйти. Да, Жуков довольно просто убить. Да ладно, 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 не-не-не-не-не, вправо, вверх. Не стой на месте, не стреляй. А можно было окружить Жука. Он был даже уже окружен, если бы Джонни не доконтролил. Большая бутылка. Потому что если... Во-во-во-во-во! Хорош! Бутылку! Молодец, Самины Жук. Да-да? Ну в этом и смысл, он и пытался его окружить из-за того, что там телепорта нет. В этом и смысл. Тот странный, что не заметил. Все, третий Архмаг, и сразу идет на базу. Офигеть. А там нет нерубки. Можно магазин как минимум снести. Только сейчас главный Архмага не подставляет. Да, молодец. Акалитов начинает... Минус один Акалит во время Грейда. Это уже сильный удар по экономике. Еще два красных. Минус два. Ну я бы вышел. Минус три. Надо Грейд отменять уже. И выскакивает Архмаг. Да. Ге-ге. Вообще Джонни красава. Ну у Джонни хочется его пожурить, потому что на этот момент у него было 900 голды на руках. Очень хорошо Джонни отыграл. Во-первых, не стал вслепую ставить базу, сделал разведку, убедился, что Жук, понял, что может наказать, окружил, добился успеха в окружении больше, чем Жук. Хотя, блин, вот он подпустил им под Импейл, подставил Архмага, хотя там Импейл был очевидный. Ну ладно, выскочил оттуда, окей. Доконтролил, переконтролил, дожал. Красава. Джонни Кейдж wins. Напоминает нам о Mortal Kombat, кстати. Привет, Михаил, я ушел сегодня, когда Линфлай было 2-2. Много пропустил? Ой, ну ты как минимум пропустил Соника. Это было круто. Ну фуфашечки неинтересные были, я послевал, очень плохо поиграл днем. Enough. Шао Кан говорил, кажется, и пальцем так показал. Enough. Еще со второго Mortal Kombat. Да. Джонни молодец. Ронниган опять говорит, ну не работает, уже жук, играя в Деснайта. Ё-моё, Ронниган. С недоверием сразу относишься к человеку, который не с глаголами пишет вместе. Сразу. И рассказывает... И рассказывает профессиональному игроку, как ему надо играть. Не надо так. Ты нубас. Больше вопросов было, естественно, к исполнению. Если Джонни затащит так же быстро, есть шанс лицезреть катку в ФА? Да. Конечно. И сразу так, пим-пим. И смайлы. Хорош, спамит. Слушай. Walk with me говорит, мне как юрист интересное решение почитать, где можно найти на ГГ. Так решение же публикуется на сайте Мосгурсуда. Там есть, в общем-то, мотивированные все решения суда. Потому что единственным способом, как этот РС будет остановлен, это то, что Вортикс также пытался, как импейл, закрепляя ТЕП. Не случилось. Джонни Кейдж. Один мапа, как юрист, ты должен это знать. Он был там, здесь и там, за несколько турниров. Очень хорошо его видеть. И практически каждый дрем-хак сейчас, уже, я думаю, 4. Он уже закрылся в венте, и сейчас сезон. Может быть его сезон. Вортикс против Ропа. Друид 26 говорит, а что за история про суд? Я что-то слышал, суд ГГ в одном предложении, но не больше, почему судится. Значит, пользователь приобрел на сайте континентальной хоккейной линии лиги трансляцию по доступу к матчу за 60 или 70 рублей. Запустил через рестрим.о ретрансляцию в социальные сети на Твич и на Гудгейм. Никто нигде ничего не банил. Твич забанил канал спустя 3 дня. Мы забанили трансляцию спустя 9 минут после того, как к нам пришло письмо. Это было вечером, кстати. Среагировали прекрасно. А на следующий день они подали иск на 10 миллионов рублей, причиненного ущерба, так скажем. Вот. История 2 года. Сначала нас признали виновными, мы заплатили 300 косарей, еще 50 тысяч за судебные издержки, или там как это называется. Потом пошли апеллировать решение, оставили без изменения. Потом касация, аксессионная жалоба в другую инстанцию, тоже без изменения. Потом жалобы в Верховный суд. В Верховном суде приняли жалобу и рассмотрели дело. В два заседания, очень интересный опыт. И отменили решение судов. Отправили дело на перерассмотрение. После перерассмотрения, которое было сравнительно недавно, суд принял отличное решение, избавил нас от штрафа. И обязал только заблокировать те два канала, которые так были заблокированы еще два года назад. Но история продолжается. Апелляцию подготовил истец, чего он хочет, непонятно. Мы со своей стороны подготовили апелляцию с целью детализировать. Хотя там уже была детализация, но юристы посчитали, что можно вообще избавиться от упоминания goodgame.ru в решении суда и обойтись только конкретными страницами. Это более правильно и безопасно для нас. Но история продолжается. История продолжается. Нет, Кахелич деньги не вернули. Надо проконсультироваться мне с юристами по этому поводу. Два года. Десять заседаний. Девять заседаний было уже в разных инстанциях. Так что очень веселый опыт. Как-то так. А что с человеком, который стримил? Ну, с него денег не взять, поэтому с ним не судятся. Побежали. А к Твитчу были выставлены претензии? Конечно. Твитч откупился по мировому соглашению официально за 6 тысяч рублей. Там нужно налоги платить с этой суммы к Эхейлю. Вот. Но спустя год... А, и они получили, типа, договоренность, что год не будут банить трансляции. Или дадут инструмент для баннер. А потом получили еще один иск. И проиграли дело. Тут минус 2 гули. Слушайте, а Вортик здесь проигрывает, пока я тут флужу просут. Ну, минус 1 гуля, минус 2 гуля. Жук, который не может вписаться, надо отменять зигурат, сваливать отсюда, и все. Да, Радак, Сакс, это... Об этом как раз и говорили. Просто я не знаю, какой план у наших товарищей по повороту решения. Но Жук не может вообще вписаться. Он стыдливо так бьет по футмену, пока на него архмак. Внимание, кстати, не обратил. Это странно, что по нему не бьет. И... А Огра не дает мне руку поставить. Как же унижает Джонни. Минус 2 гули. МПЛ, попытка окружить архмага. И инвул есть у него 15-секундный. Это не... Инвул, прожми. Минус не рубка, скорее всего. Хотя Акалит старается. Огра убивает. Минус не рубка. У Вортикса нет маны на импейл на новый. Жук еле-еле выживает. Красиво пытается сейчас выкрутиться из ситуации. А почему... Почему не стал... А, он хочет его поймать, добить. Возможно, это ошибка, кстати. Вот, 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 вот. Как раз тот говорит, что лучше. А, и можно... Можно еще собрать этот айтем. Смотрите, педантов мана. Все, вытаскивает артефакт. Да, да, да. Красиво. Филтонайк, это много обсуждалось. Есть видосики на ютубе. Просто много можно об этом говорить. Есть серия видео на ютубе, где я все рассказываю. А там тэк есть? Ооо. Там уже второй тир и фейерлорд для того, чтобы дожать. Пеплобой. Его зовут Вулканус. От слова вулкан, а не от слова... И минус... Минус жук, точнее, минус телепорт. Он телепортируется. Гулик оставил через... Через Форст Вог. Ну, конечно, как ты ее спасешь тут. Двумя героями просто отменяется. Так. Главное не попасть под окружением. Блин. Ну, я же предупреждал. Жука, 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 жука тыкни. Че он сюда пришел? Давай. Есть. На, на. Гэгэ, пишем, выходим. Красава, Джонни. Будем... Послушаем интервьюшечку еще. Заходите пока в игру, друзья.